Ожидание публикации протоколов в заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС пока что не оказывает должную поддержку американской валюте. Пара USDCY во время азиатской сессии оттолкнулась от минимума вторника и едва прикоснулась к отметке 112.60. Но уже на премаркете европейских торгов котировка господствующей мировой валюты против азиатского конкурента близка к уровню 112.20. Внимание японских инвесторов сейчас устремлено на политическую ситуацию в стране восходящего солнца, где через полторы недели состоятся выборы премьер-министра страны. Как отмечают эксперты, Синзуабе удастся удержать большинство в Нижней палате, что может сохранить текущие экономические условия. Но не стоит забывать и о конкурентах. Так, новая партия надежды под главенством мэра Токио Юрику Куйке конкретику по отношению к монетарной политике не дает, но отмечает, что не поддерживает мягкий тон регулятора. Будет ли процентная ставка Банка Японии повышаться, остается только догадываться, внимательно следя за развивающимися политическими событиями в стране. А пока что стоит вернуться к валютному рынку и обратить внимание на еще один важный торговый актив Азиатско-Техоокеанской сессии – австралийский доллар. Пара австралийский доллар-доллар США сегодня близка к тому, чтобы пробить уровень 0.7800. Причиной тому послужила публикация сильных данных. Индекс потребительских настроений увеличился на 3,6% в октябре, достигнув 12-месячного максимума. Однако не стоит полагать, что эти данные смогут благоприятно отразиться на курсе монетарной политики Резервного банка Австралии, так как на прошлой неделе участникам рынка дали сразу понять, что регулятор не спешит с изменениями. И это открывает дорогу к максимумам против австралийского доллара, господствующей мировой валюте. Но трейдеры предпочитают не торопиться, а более тщательно изучить содержание минуток ФРС.